Мы, менеджеры, сидим со своим компьютерным столом. Вы, например, плечи держите правильно. Можно я немножко притекую? Давайте, я готова. А вот голову она подает вперед. Вот если она каждый день будет подходить к стенке и делать, как вспомните, раньше, говоря, не делали, так, чтобы мы, когда стояли, прислонившись полностью к стенке, не задирали подбородок, а он должен быть прям. Вот если мы так будем держать, то кровоснабжение головного мозга будет, по крайней мере, в пределах нормы. На основании чего я это говорю? На основаниях исследований параоэнцефалографии. Да, вот вы сейчас лучше стали. А держа голову вот так, вы начинаете нарушать мозговое кровообращение при норме его порядком на 25-30%. То есть у вас будет не хватать питательных веществ, кровотока, оттока венозного. Это уже будет замедликование. Всегда полезно продвинуться немного вперед. Дорогие друзья, у меня вопрос. Скажите, а вот наиболее такой объективный мерил, насколько действительно в вашей методике полезна, это, безусловно, статистика. Можно, так сказать, как бы голословно. Патент называется способ лечения гиператимогистратических заболеваний позвоночника и или сочетанных заболеваний позвоночника и суставов верхних и нижних конечностей. 85% считается. То есть цель, цель манипуляции, которые освобождают спинно-мозговой нерв, зажатый между суставами, является формой эффективности. Если это делать по методологии, конечно, это, ну, стопроцентного нет ничего в жизни. А 85%, учитывая сложные текущие заболевания, хромические, сложные травмы, онкологические. Цель массажного я бы не рекомендовал вообще пользоваться, потому что, в особенности те, которые с мощной вибрацией, вот есть такие, в особенности за границей, пройдешь монетку, садишься, и они тебе чуть ли не начинают бить спину. Если у вас камни, предположим, в почках, ну, может он пошевелится. Это вполне достаточно, чтобы сделать обострение. Если у вас камни поджелудочные железы, так же. Если у вас сложная травма позвоночника, то да, рассчитано это на здоровых людей. Кстати, вот вернуться к такому умному вопросу молодого человека, я могу сказать, что в Всемирной организации здравоохранения лекарственные препараты действуют только в 16% случаев. То есть 16% успехов. Сейчас идет огромнейшая рекламная кампания «Фармш».